Девушки отдыхают И занавес десятки срывает тот, кто не изменяет своим вкусом Снайпер команды Фратрия Рокет Лос у него на подхвате, Гантеля закрывает спину Джонни занимает четверку Райден также попытается отыграть Я думал, он под четверкой Но нет, он уходит на квадрат Но занимается Альфа Но как там бахнет Рокет? Просто нереально Есть от него уже три полки О, здравствуйте, я Рокет и я закрываю Альфу Сегодня мы покажем много клатчеров И Райден со своим моментом на песчанке Один из них Для Фратрия, да Но Дагглсон здесь отпадает И как бы уже немножко спорно Но Рокет может попробовать поймать На фазу своего соперника Но Райден не так просто Райден не так просто И оставляет Рокету 7 хп А была соточка Я не знаю, как Фратрия будет выкручиваться Р-ка просто вылетает на префайр Дает информацию, где находится сейчас Райден Рокет пойдет с кишки Но Райден здесь будет жить просто нереально Количество времени Забирает одного и забирает еще одного Вот это Макс, вот это Бабушкин Вот это Райден На восьмую строчку нашего топа Залетает еще один Фратриец Р-ка Может попасть в прицел Но там Токио Закрывает девятку Есть минус Фугас установлен Р-ка Один против троих От Р-ки есть первый минус Если сейчас падает Токио Тогда огромные проблемы у ХЗЗ Но тем не менее Идет пока что перестрелка с Р-кой Есть по нему информация Но и сейчас ХЗЗ должен Закрывать своего соперника Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Какие тайминги просто Р-ка ловит Ну и Пошел ХЗЗ выжимать лонг Эть Не удалось Если вы услышите фразу Свободная касса То не спешите туда идти Там убийственное обслуживание Похоже будет заход Но здесь Даглсон Принимает одного на Иксу И там еще лосс есть Ну что ж Довольно неплохой прием Смотрим далее ЧСВ также отправляет Отдыхать у нас еще и лосса Даглсон Есть минус по Джей Джей Джонни разменялся Но тем не менее Тоже недолго музыка играла Недолго Фрайер танцевал Установка фугаса И здесь пошло выбивание ХЕ-шка в плей И Даглсон забирает Райдена 5-4 Ежик в тумане Который ставит детонатора Вейзик На шестом месте нашего топа Здесь прям очень Очень агрессивно Пошли в 5-чейнзе Выбивать своих соперников Но при этом забыли Что у них один игрок В Аплэнту Который только что погиб И уже идет установка бомбы Вейзик поставил бомбучу И это 4-3 Давайте за Гобби глянем Дамаг может найти Вейзика Сейчас Но Вейзик сам находит Уже первый фраг Ну Вейзик уже дамалкил И Вейзик трипл На царской пятерке Обосновался Фрид Благодаря своему моменту На деловом центре Не могут быть у него проблемы Но пока что все нормально Ну как нормально Фрид уже начинается Опен фрага Есть минус по ХЗЗ Это довольно жесткий стрелок Команды Вейвик С Еспортс Так что посмотрим Что же будет далее Фрид продолжает атаку На позиции Зиги Там и Эмка с домов Готовится принимать И Лакоста На холпе Да ладно Фрид Что ты лепишь Здесь развалились Вертолеты Но приходят на холпу Митака Да Но Митака Также отправляет в небытие И свит Моментальный размен После чего Фрид моментально Выписывает ему штраф 42 хп Остается у Токио И здесь же Фрид 79 хп Под коробкой Прекрасно понимает Где находится его соперник Пошел демаж И в соответствии Опять мин Когда надежда тает Не стоит отчаиваться Один момент Может полностью все изменить Что и произошло в матче Фратре против Пойвик Тисгеймен ЧСВ и его Берданка На четвертой позиции Распускаю Праг в небе над морем Ну ЧСВ Open фраг Оформляет неплохо Минус по Токио Тоже один из запаснейших Угроков Комат Витес Вот КЗЗ Забирает Рокета Тоже неплохая новость Но это 4 в 4 Походу будет выход На нижнюю тумбу Ну смотрим Насколько этот выход Будет успешным Варян все-таки Заходит на верхнюю тумбу Дает информацию Что здесь никого Да-да-да Я вижу Сайт Но по нему упала инфа Он по нему упала инфа Он принимает Есть минус КЗЗ Ай-яй-яй Ай-яй-яй Все Все просто Все замерли О боже Что? Как они пропустили Что? Чего ты делаешь? Взяв непобедимую волю японцев Он поставил себе ультимату Эйс или Харакири Как вы правильно поняли Тут эйс Не показывает же нам суицид в ПБ И здесь пока встречают Но Токио забирает Уже Рокета на прогрении Чесно есть размен Со своей берданочки Ну здесь дальше Должны прессинговать Вейвиктис Хорошим Да, Токио забирает Но второго Ну и третьего Тоже можно Ну и четвертого Я в принципе был бы не против Ну и в принципе вообще Эйс сделать Было бы хорошо Ну и пожалуйста Эйс На первом же раунде Новосвеченный игрок Из команды Вейвиктис Гейминг Полностью оправдывает Трансфер Аж до такой степени Что мы не смогли Выбрать один Конкретный момент Для топа Поэтому смотрим Несколько Лакост Твой час пробил Но это было жестко Сейчас при заходе На низ кафе Далее От Лакоста Залетает минус На ЧСВ И Лакост Остается один Против двоих Есть информация У Варяна Где находится соперник Там Каешки полетели И Рокет вполне может Поймать своего соперника Сейчас Но тем не менее По Рокету Есть уже инфа И Лакост Будет выжимать Своего соперника Разводит на выстрел И пошел демаж Ну что же Рокет Не дожал Увы А хотя был близок На третью Надо уже Как-то действительно Серьезно Достроится И сейчас я думаю Это самое И сделали Вейвикс Так Здесь похоже Выход на нижний Мы с вами увидим Да Три игрока Четыре Сразу Заврывается И Свит Здесь будет принимать Но нет Принимает Лакост Довольно успешно Но здесь вообще Просто подчистую Лакост Право Из золотца Третьей игровой недели Гантеля Показав великолепный момент На игре Против Вейвик Из гейминг Смотрим А эти парни Лосс Заминировал у нас Семерку Тем временем Кит Хе по тройку Там Райден в агрессии Вместе с Джонни И залетает Опентак И Эмка идет пушить От Эмки минус Лакост также кладет Своего соперника От Гантели От Кит Хе Есть минус И уже ситуация Два в четыре Но здесь еще Подожди еще Гантель живой Гантель здесь может На самом деле И перевернуть Эту встречу Но уже два в два Ситуация Вот что интересно Лакост остается Под нижней тумбой Нет информации Зен длиннее Вот сейчас Показав падает инфа И там Гантель На самом деле Может настрелять неплохо А вот и Лакост Лакост просто со спины идет Ого 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 Ну Лакост здесь конечно Чуть-чуть не дострелял Там у Гантеля 7 хп У Ивана 17 Но прям на карпале На этом все дорогие друзья Пишите в комментариях Чем вам запомнилась Эта игровая неделя Что вы думаете По поводу ухода команд Респекта Исфальд И ваши прогнозы На топ-4 команды Легендарного дивизиона А также 22 июля Геймер Стадиум Пройдет любительский турнир По Point Blank Приходите Будет жарко Все необходимые ссылки Вы можете найти в описании Или просто кликните На окошко с видео Там Паша Все более детально рассказывает Ну а на этой прекрасной ноте Я с вами прощаюсь Над роликом работали Оксана Пепеляева Кристина Смирнова И Максим Никифоров Увидимся Ровно через одну неделю Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова